Доброе утро, дорогие мои коллеги-садоводы! Сегодня мы с вами поговорим, как сделать себе красивую живую изгородь с небольшими финансовыми вложениями, а может быть даже и забор. Итак, у нас сегодня чудесный гость, невероятный, просто в уходе, это кизильник. Есть кизильник горизонтальный, но у нас сегодня с вами кизильник обыкновенный, кизильник блестящий его еще называют, потому что у взрослого растения листочки становятся блестящими. Итак, чем хорош кизильник? Первое, неприхотлив. Второе, очень любит стрижку, он вот прям обожает, чтобы ему делали прическу. Третье, держит форму, великолепно держит форму. Следующий пункт, очень хорошо нарастает. Как только вы его застригли, срезали, проходит буквально неделя и уже прекрасные молодые побеги, а через две недели он полностью восстанавливается после стрижки. Чем чаще мы его стрижем, тем гуще он становится. Из кизильника можно сделать не только живые изгороди, можно сделать целые живые стены, потому что высота этого растения достигает метр восемьдесят, метр семьдесят. То есть вы можете создать вот такую живую стену. Если нужно укрыться от соседей, нужно создать себе какой-то уединенный уголок, где вы можете насладиться чашечкой ароматного чая, побыть в тишине, в покое. Вот именно такую зону себе сделать, тоже подойдет кизильник. Как мы его сажаем? Вот у меня здесь контейнеры объемом 3 литра. Это достаточно хороший размер контейнера для посадки. Можно, конечно, сажать и растения с открытой корневой системой, но ограничен период высадки. Всего-навсего это можно высаживать со второй половины апреля до середины мая, а потом растения с открытой корневой системой не сажают. В данном случае у нас с вами есть контейнер. Посмотрите, вот такой хороший контейнер, очень удобный. Объем контейнера 3 литра, и мы с вами можем сажать и создавать декоративные изгороди. Можем сажать практически весь сезон до октября. Обратите внимание, все растения в контейнерах сажают все лето. Итак, когда мы с вами в мае сделали основные посадки, гонка, быстрей, посадили, посеяли, убрали, обработали. И дальше у нас немножечко есть пауза, вздохнуть, передохнуть и посмотреть, а что же я еще хочу в своем саду. И вот тут-то как раз мы вспоминаем, что есть кизильник, который высадив около забора или вдоль забора, мы можем создать прекрасную живую стену. На каком расстоянии сажать? Как для посадки на живую изгородь, потому что мы сегодня говорим именно об этом формате посадки. Расстояние выдерживайте 40 сантиметров. Если хотите быстро уплотниться, можно сделать 30 сантиметров. В основном 40 сантиметров. Идеальный вариант посадка в два ряда. Мы сажаем их в шахматном порядке. Первый ряд высаживаем на расстоянии 30-40 сантиметров. Отступаем также 30-40 сантиметров и делаем второй ряд именно в шахматном порядке. То есть вот эти пустоты между горшками во втором ряду, они закроются. И у вас сразу получается полноценный, красивый, пока живой бордюр. Дальше. Как только мы с вами растения высадили, их можно подкормить, чтобы они активно росли. В фазе активного роста, если сейчас можно добавить любое комплексное минеральное удобрение весна-лето, прекрасно подойдет. Можно по листу обработать любым жидким удобрением. Можно жидким удобрением под корень. И в принципе кизильник не настолько привередлив и требовательный к питанию. Мы можем в дальнейшем его весь сезон больше не подкармливать. Как правильно его стричь? Застригать сразу до самого низа нельзя. Максимум, что вы можете сделать, это срезать одну треть. То есть вот примерно у нас с вами сантиметров 90 получается одна ветка. Значит, срезаем 30. На одну треть срезали. И пойдут сразу боковые побеги. Чем чаще режем, тем гуще получается у нас живая изгородь. Еще маленькая рекомендация. Как только вы его состригли, сделали нужной вам формы, можно стричь и бока, можно стричь и верхнюю часть, возьмите ампулку препарата циркон, разведите ампулу на 10 литров воды и обработайте всю свою живую изгородь. И у вас получится нереальной красоты живая изгородь или живой бордюр или живая стена. Все зависит от той высоты, которую вы хотите сделать. И еще таким живым бордюром можно отделить зону сада, зону огорода от зоны отдыха и декоративной зоны.